Доброго денёчка или вечерочка, да и просто хорошего настроения! С вами, как всегда, Зипа, и у меня на канале новый геймплейный ролик по игре Farlight Commanders. Игра совсем недавно вышла, а именно 19 ноября 2021 года, и представляет собой 2D-платформер, но с интересным таким управлением. А именно, нам необходимо будет управлять космическим кораблём, в котором каждому игроку отведена уникальная роль. Играть в одиночку или в кооперативе с друзьями до 4-х человек. Да, здесь есть возможность играть в кооперативе, это очень прикольно. Идеальное сочетание космической стрельбы и научно-фантастического платформера. То есть, несколько жанров сразу намешано, это выглядит несколько необычно, но и при этом достаточно интересно и интригующе. В мире вообще, на самом деле, произошло довольно-таки много. Со временем появления первых исследователей Farlight, жизнь в этой галактике стала одной из самых нелёгких. Рядом с ядром галактики был обнаружен очень богатый минерал, и компания, отправившая исследователей много лет назад, хотела контролировать все планеты, которые могли бы быть рядом. После многих лет войны корпорации владеют более чем половиной галактики, и они эксплуатируют планеты с помощью тирания. Выдвинутые в конце галактики, после новых выборов совет готовит контратаку, используя в отчаянии старые военные космические корабли. Совет хочет принудить к перемирию, однако люди устали от войны, и общественное мнение с каждым днём меняется, уменьшается, ослабевает. Игроки объединяются, чтобы командовать одним из космических кораблей и освободить планеты. Что ж, дорогие мои друзья, давайте посмотрим, что эта игра из себя представляет. Смотрите, нам доступно несколько разных видов персонажей. Командир, солдат, медик, техник. Командир, лидер группы, обладает командными кредитами, может делиться командными кредитами с каждым игроком. Солдат, высокое владение оружием, медик, сторонник команды. Странно вообще, описание выглядит, ну ладно. Техник, ориентированный на ремонт и программирование действий. Ну окей, давайте командира выберем, потому что другого варианта, я так понимаю, нет. И я надеюсь, что вместо моих, как бы сказать, псевдотоварищей будет играть компьютер. То есть не даст мне загнуться. О, что-то произошло, камера один. Так, судя по всему, этот мощный человек в прекрасной форме, это я, командир. Оу, управлять не дали. Ладно, посмотрим, подождем. Тестовая зона, я так понимаю, сейчас будет какое-то некое обучение, наверное. Было бы, конечно, логичнее. Что примечательно, в стиме я не нашел никаких отзывов по этой игре вообще. Что за бред? Может, я не там искал? Но русскоязычных точно отзывов нет. Я надеюсь, что я помогу этим видео, нашим русскоязычным комьюнити, которые посмотрят, оценят и не забудут поставить лайк. Конечно же, откомментировать это видео. Так, хорошо. Не понимаю я, мышка есть, нет. Понятно. Варианты. Какие варианты? Что за варианты? А, управление, вот. Немножко кривенько переведено, но ничего страшного. Мышки, я так понимаю, нет. Нет, чувствительность мыши все-таки есть. Выбрать оружие 1, 2, 3, инвентарь I, использовать E, Dash. Показать карту M, понятно. Пиу, пиу, пиу. Ага, понял. Молодец, солдат, ты в последней части лаборатории. Была активирована охрана лаборатории. Уничтожьте ее и приходите на базу. Подождите, где я? Ничего не могу вспомнить. Где я? Кто ты? Нейрал Хадсон, успокойся, солдат. Я только что создал тебя в лаборатории. У тебя проблемы с памятью, это нормально. Продолжай миссию. Ты мне нужен здесь. Удачи, не смей умирать. Помню, вы принадлежите к правительству. К лишнее вообще. Вы принадлежите к правительству. Наверное, вот так было бы правильнее. Но я так понял, гугл-переводчик им в помощь был. Ладно, окей. Alt, weapon, main, weapon. Выбрать оружие. Добро пожаловать в Farlight Commanders. Первое, что вам нужно сделать, это открыть инвентарь. Клавиша И. Нажать Alt, оружие. И выбрать пистолет. Выбрать оружие. Подождите. Альтернативное оружие, окей. А, почему... Ага, все, я понял. Хотел спросить, думаю, а что нет основного оружия? Как присесть? Ага. А, можно застрять, да? Понятно. Ой. Что происходит? У меня патроны бесконечные? Странная стрельба немножко. У меня есть... Ой. У меня есть определенный заряд. И с его помощью, собственно, идет стрельба. Его вы можете видеть в левой нижней части экрана. Это зеленый индикатор. Он как раз отвечает за энергию, которая расходуется оружием. Ну и, наверное, красное это ХП. Ага. Красное. Здесь, короче говоря, пробел выступает в роли... Доджа или стрейфа какого-то, да? Рывка, проще говоря. А кнопочка В... Отвечает за прыжок. Не очень удобно. Ага. Попали в затылок. Сволочи. Какие-то кристаллики взял. О, они так не вариант смыться. Смотрите их. Можно присесть еще. Так, хорошо. А чем хилиться? Ага. Так, это пополнение энергии. Понял. Контрольная панель. Руководство. Чтобы использовать определенные объекты в игре, подойдите ближе к объекту. И когда он будет выделен, нажмите кнопку Е. Спасибо. О, ты сволочь, как я тебя не заметил сразу. Так, ну я понял, это лифт. Обычный лифт. Эта игра мне напоминает платформеры из прошлого. Знаете, когда впервые они начали на персональных компьютерах появляться. Старенькие такие, олдовые. Вот это напоминает мне. Все очень простенько так и без лишних телодвижений. Чтобы избежать пуль, врагов или бреши, вы можете использовать рывок, нажимая пробел. Очень вовремя, когда я уже кучу этих отстрелял. Так, подхил вообще будет, нет? Подхила, походу, не будет. Мне сказали, не смей умирать. Ого, я ушел. Можно на картак, кстати, ползать. Чего вы такие агрессивные, ребята? Расслабьтесь, изи. А ты не хочешь привстать, чтобы я тебе попал куда-нибудь? Вот, спасибо. Что тебе сказать? Покажи личико. ХП-шки? Какую-то дрисню подбираю. Ой-ой-ой-ой-ой. Но она что-то как-то не влияет на мои хп-шки. Это, конечно, странно выглядит, то, что я ухожу в другую часть, как бы сказать, карты. Смотрите, есть еще навыки здоровья, энергия, регенерация энергии, пистолеты, ружья, штурмовые винтовки и лазерные винтовки. Ну, и, короче, тут вот остальной пак различных умений и навыков. Роль можно изменить прямо на ходу. Отправить кредиты кому-то, чего-то где-то почему-то. Понятно. Это пока непонятно. Опа. А я присел. А я вот умный. Крыса! Интересно, ее можно было пристрелить? Просто дебилы. Вставай, дядь, короче. Вот там бегает на заднем плане. О, крыса. Вот хп, наверное, красная. Нет? Что я подбираю? Дайте мне хп мои. Тык, 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 тык. Нельзя туда. Я понял. Объект один. Никакого объекта дополнительного у меня нету. Левел ап получил. Давайте посмотрим, что я могу с этим сделать. Навыки. Вот. Одно очко дали. Три очка. Прошу прощения. Стоимость одно очко. И, возможно, повышая уровень в дальнейшем. Сколько уровней, я, к сожалению, не знаю. Будет, возможно, выше. Сложнее. Здоровье. Ружье. Наверное, исцеление пускай будет. Применим. Саачи. Странно. 40% хп. Во-первых, ловел ап смутил то, что не повысил мне хпшки. По какой причине, я ее пока что не знаю. У нас то ли перегрелось оружие, то ли что. Вот аптечки, видели? Аптечки выглядят довольно крупновато. Я вспомнил игру, которая мне напоминает. Дендерская игра, которая называется Терминатор. Да, там играешь ты не за Терминатора далеко, но при этом она очень мне напоминает ее. Хорошо, хорошо, я не ожидал такого успеха. Теперь отправляйся на космический корабль и освободите от них спутников нашей планеты. Хорошая идея, плохая идея. К чему бы это... Тебе нельзя думать, ты можешь только выполнять мои приказы. Так что войди в этот лом космический корабль сейчас же. Ну да, тут какие-то словечки иногда лишние проскакивают. Ну, не будем сильно ругаться в этом плане. И запомните еще раз. Вы принадлежите к правительству. Пока не исполните свой долг. В ангаре игроки могут настроить космический корабль с новым оборудованием и получить доступ к космическому кораблю. Спасибо. Ну, понятно, окей. Здесь у нас получается, есть параметры космического корабля. Восстановление пространства. Кнопка не активируется. Можно поставить различные орудия. Щиты, ядра, двигатели и прочую фигню модернизировать. Окей, это понятно. Ух ты, смотрите, это кабина. Ну, вернее, даже не кабина, кабиновод всего лишь. А это у нас получается космический корабль. И он довольно любопытно выглядит. Многообещающе. Но если я один, а мне нужна команда, что делать? Мне показалось, что нужно вон туда доехать. В верхней части носовой части космического корабля вы можете найти орбитальный компьютер. Используйте его для вращения космического корабля. Картографический компьютер. Используйте его для выполнения пункта назначения в галактике. И пилотную станцию. В кормовой части космического корабля вы можете найти щит энергетической станции и компьютер для управления механическими животными. Что бы это ни значило. Как только космический корабль окажется в космосе, вы можете использовать компьютерную карту космического корабля. Выберите планету и нажмите туда прыжок, чтобы попасть. Во время космических сражений на космическом корабле, о господи, какой-либо объект может взрываться и получить повреждения. Их можно починить с помощью ремонтного объекта из нашего инвентаря. Наземные враги могут попасть внутрь космического корабля с абордажными капсулами. Охереть. К сожалению, мы не знаем об этом космическом корабле из-за его возраста. Однако мы знаем, что у каждой станции космического корабля есть свободное действие. Иногда два свободных действия, часть обязанности обнаружить эти особые действия. Спасибо, я прочитал какой-то бред. Ну понятно, это руководство для дурачков. Как только космический корабль окажется в космосе, полетели нахрен куда-нибудь. Вперед! Вперед! Так, космический корабль. Один, два, зачем? Что это? Три, четыре, пять. Что это такое? Космическая карта. Я хочу улететь отсюда. Можно? Спасибо. Что происходит? Мне кажется, надо пилотировать, пилотируй. Дядя, я хочу попилотировать. Ну зачем? Я куда-то прилетел, херово знает куда. Что, уже прилетели? Так быстро. Ангар, канализация наверх. Что это? Зачем это? Пил, 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 пил. Ладно, нельзя. О, вот с этим чуваком можно потрындеть. Дедный гражданин. Кто плохая и хорошая сторона в этой войне? Они используют машины для борьбы. Мы используем людей. Мы боремся за свободу или за что? За то, чтобы дать больше власти богатым семьям этого региона. Так было, есть и будет. Всегда. Пил, 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 пил. Нельзя стрелять, короче. Вот главный центр города, да. В дверях которого можно купить оборудование для космического корабля. Так, аптечку можно купить. Но это не то. Это оборудование для меня. В этой части главного центра игрок появляется в случае смерти или воспользуется спасательной капсулой. В спальных команды игроки могут закончить день. В день можно выполнять только одну миссию. Ох, охереть можно. Непонятно для чего эта комната. По крайней мере, я там ничего не смог потрогать. Понятно. Короче, надо, мне кажется, валить. А может быть в канализацию сходим? Или... Подожди, я отсюда пришел? Нет. Смотрите, какая здесь бар есть. Может здесь прибухнуть можно? Нет, нельзя. Последний герой. Раньше я был похож на вас, пока не написал в консоли команду ArgoLead. А теперь я свободен. Хе-хе. Я тебя понял, дядь. Обязательно напишу, как только найду консоль. О! Что это такое? О! Есть еще магазин чипсов. Может быть чипов? Они имели в виду. Прицеливание. Продвинутое прицеливание. Стоимость достаточно высокая. Ну, я даже не знаю, а можно его куда-то поставить или нет, уровень персонажа. Давайте купим. Не могу купить объект, вам не хватает навыков. Понятно. Наш персонаж еще дебил. Ладно, ладно. Погнали нахрен отсюда. Космический корабль. Кабину. Внутри космического корабля есть разные станции. Это самая нижняя часть носовой космического корабля. Здесь вы сможете найти капсулу. И спасательные капсулы доступны только тогда, когда космический корабль будет уничтожен. Или... В верхней части носовой... Блин, господи. В верхней части носовой части. Ну, как так переводить можно было? Даже читать противно. Это я уже читал. Зачем мне это еще раз? Вот это и есть спасательная капсула. Я понял. Сюда нельзя. Сюда тоже нельзя. И сюда нельзя. Куда мы полетели опять? О! Хе-хе-хе! Что? Ну, вперед. Мы никуда не летим. Вот. Так. У нас, смотрите, есть... Что это? Столица Совета. Наш основной флот здесь. Спутник нашей столицы. А на другие планеты лететь нельзя. Прыгать. Прыгаем. Во! Видали, какой полет красивый? Красивучий просто. Можно пулять даже. Чуть-чуть. А, вот так, да? Внезапно все. Понял. О, наконец-то дали упоправлять. У меня кто-то стреляет за меня. О, да это Арканоид уже начался какой-то. Смотрите. Ни один корабль я не могу пристрелить. А-а-а. Или вот это главный враг? Ах! Пошла жарышка жарышная. Я не знаю, кто вот эти корабли. И почему у меня вторая пушка по ним тоже палят. Воу-воу, полегче. Полеты, конечно, мощные. Ничего не скажешь. Музыка внезапно потухла. Че бы это вдруг? Будем стрелять туда же, куда стреляет читерская пушка. Из-за которой... Вернее, которая видит из-за пределов. Еще смотрите, астероиде, блин. Давай, давай, взрывайся. Ё-моё. Пушки, конечно, очень странно выглядят. Ну, че это такое? У меня перегрев идет. А та пушка не перегревается. Какого хрена, спрашивается? Вот так посвободнее будет лететь. Щит очень медленно восстанавливается. Прямо архи-медленно. Вот, мы, кажется, подлетаем к луне. Или к спутнику. Сканер-алерт. Ого. Кто-то сейчас нам будет пытаться натянуть глаз на жопу. Своим лазюрам. Отвали, козел. У меня перегрев опять. Я не могу. Так же стрелять эффективно, как и вторая пушка. Я чувствую себя обделенно. Победа! Общественное мнение плюс 10. Еще какой-то херни дали и не успел прочитать. Вишух! Снова вперед. Навыки. Каноны космических кораблей. Смотрите-ка, можно прокачать. Оно и так было почему-то на день прокачано, но... Что там опять происходит? Мы полетим куда-нибудь? Все. Хватит, может быть, летать. Ну, садись. Ага. Я случайно... Блин, вот это мисклик, это меня бесит прям. Нельзя выйти, потому что мы опять куда-то летим. О, смотрите-ка, пейзажи немножко другие. Перепрыгнуть нельзя. Лифта никакого нет. Но стрелять уже разрешается. Понятно. Музыка немножко напрягает, если честно. Вот прям, если честно, почему я не могу карту посмотреть? Я могу только нажать и куда-то опять лететь. Ну, понятно. В принципе, я особо прыгать на другую планету не хочу. Мы наверняка там встретим очередную пачку врагов и наверняка там будут какие-то задания. Ну, поэтому на этом геймпланный ролик можно, в принципе, закончить, если он вам чем-либо помог, посмотрели игру, пощупать, так скажем, визуально, что этот проект из себя представляет, стоит ли его ставить или нет. В принципе, я думаю, что если разобраться, то можно потратить несколько часов на ее прохождение. Может быть, она не такая длинная, а может быть, не такая короткая. Но инди-компания, инди-студия выпускает данный проект. Выводы, как говорится, делать вам самим. Если вам видео понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк, откомментируйте это видео, можете поделиться со своими друзьями и заходите на мои стримы. График можете посмотреть во вкладке о канале. Ну и, конечно же, берегите себя. Всем удачи. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok